Приветствую вас, друзья! В предыдущей серии я насобирал все необходимые ингредиенты для того, чтобы создать в кузнице Атронаха, которая находится под коллегией Винтерхолда в Миддене, такую книжку, как «Вызов грозового Атронаха». Настало время нам перестать пользоваться вызовом огненного Атронаха. О, куда это я запер? Подождите, вроде туда. А, да. И начать пользоваться чем-то более мощным. Так, только для этого нужно в ящик пожертвований положить особые найденные мной ингредиенты. Среди них соль пустоты. Вот, через кнопочку «Р» ложим. И ядовитый колокольчик тоже ложим. Понадобится нам также бивень мамонта. Какую он роль здесь играет, я не знаю. И понадобится нам «Испорченная книга». Все, на одну книгу готово. Так, не осматривать, а активировать. И ждем, когда чудесная кузница Атронахов подарит нам новое заклинание. «Предметы», «Книги», «Вызов Грозового Атронаха». Теперь мы можем вызывать «Грозового Атронаха». И, конечно же, мы поставим это у нас заклинание колдовства. Вызбрано его. И будем им пользоваться. Но мы взяли столько ингредиентов, что можем создать не одну, а две таких книги. Опять же, соль пустоты. Так сказать, закрепим свой опыт создания подобных вещей. И ядовитый колокольчик. Бивень мамонта. И «Испорченная книга». Все. А этот том заклинание мы сможем продать. Теперь возвращаемся. И, наверное, отправимся в «Вайтран». Попробуем продать там все лишние вещи, которые у нас за это время накопились. И тогда мы будем готовы к походу в лабиринтиан. В лабиринтиан. За посохом Магнуса. Так, «Вайтранушка» наш. Нам туда. Даже отправлюсь в «Драконий предел». Чтобы оттуда сразу попасть к торговцу. Чтобы эти серые гривы в «Обливиум» провалились. Оу, ночь. Раскутри с братьями Бури. Кто получит позаслора? Ночь — это плохое время. «Изоны в небе огнем плюются. Вампиры среди белых...» Ночью мы можем разве что попробовать потренировать наш навык зачарования. У Фаренгара. Так как очень много камней душ мы добыли в последнее время. И наверняка нам есть чего зачаровывать и разочаровывать. А снять зачарование мы можем с обруча алхимии. Мы это обязательно сделаем. А зачаровать мы можем золотое кольцо с сапфиром на... Давайте зачаруем на навык ношения одноручного оружия великим камнем душ. 39% больше урона. По-моему, это даже лучше, чем то кольцо, которое у нас есть. Зачарование. До повышения магии. А камень душ можем использовать какой-то маленький. Камень душ обычный. Все. Заодно и навык зачарования повышается до 94%. Я так понимаю, это все, на что мы были способны. Фарингар, если у нас отдыхает, то отдыхает где-то здесь. Боги улыбок. И так ты хочешь овладеть тайными искусствами. У него 500 есть денюжки. Давайте продадим ему заклинания, которые у нас были. И книги. Пламя, призванный меч, ясновидение. Некоторых книг у нас аж по два экземпляра. Просто хочу освободить место. Так, и из разного, что мы тебе можем продать? Ничего. Свитки. Истерия 190. Это надо что-то у него купить. Крохотные маленькие камни души. Обычный камень душ у него покупаем. Продаем ему истерию. Да что ж такое. 310. 157. Ого, да мы много чего у него можем купить. Обычный. Ожерелье можем продать. Зачарованное нами кольца. Амулет Саваса. И красноречие повысим. И амулет Зенитара. Цены выгоднее на 10%. Вот это, конечно, лучше одевать. В принципе, 10%. Продаем. Кольцо с бриллиантом. То, что на нас. Надо у него что-то купить. Да. Наше лучшее, которое мы создали. Поэтому продаем. Из оружия посох вызова грозового тронаха. Давайте продадим. Нам он уже не понадобится. Таким образом мы что-то смогли по весу 296 из 373. Да, по весу мы себя немножко облегчили. И парочку навыков прокачали. Дальше сходим, наверное, обновим действие благословения Аркея. Получим плюс 25 к здоровью. Так это ты тут иллюзии наводишь? Да. Да, да, да. Иллюзионист. Аркейчик. Заодно, если чем-то болели, то уже исцелились. И, наверное... Можно было бы еще к торговцу зайти. Но это уже на следующий день. То есть нужно подождать какое-то время. Ого! Мастер-вампир. И не один. Слушайте, мы сейчас можем еще и появиться. А это что? Кто? Лорд Тримора. У-у-у. Проклятие. И конец. Убили. Золото. А где сам мастер вампиров? Все в порядке? Безупречный аметист. Прах вампира. Урочий топор нет. Не берем ничего лишнего. Не берем ничего лишнего. Можем разве что сделать парочку золотых слитков. А мы их можем сделать много. И наделать еще колец. Так. Драгоценности. Кольцо с бриллиантом. Кольцо с сапфиром. Еще одно кольцо с сапфиром. И просто кольца. А жерелье с самоцветами. Кузнечное дело повысили. Подготовили себе почву для Торговли на следующий день. Давайте отдохнем. Мои парни тебя от кого угодно защитят. Не волнуйся. Что ты делаешь в моем доме? Выложим, наверное, эти все кольца. Железную руду выложим. Серебряную руду. Кольца. Ага, подождите. Мы, наверное, что-то лишнее выложили. Кольца, кольца, кольца. Наверное, выложили то кольцо, которое мы зачаровали. Мы же его и не одели так. Вот. 39. Одеваем его на себя. Давайте отдохнем. 11. Это значит 7 часов нужно проспать. Так. Ну и насчет самого лабиринтиана. Лабиринтиан это огромный древний нордский полуразрушенный город. Расположенный в горном перевале между Хьялмарком и владением Вайтран. Он находится к юго-востоку от Марфала и к северу от привала Хамвера. Хороший новый день означает, что мы можем хорошо выторговаться. И пойдем мы торговать к Билли Тору. Стоп. А что ж такое? А, еще часик надо подождать. И еще часик. Чтоб Билли Тор нас принял. У меня для всех найдется что-нибудь... Кто-то зовет мой товар мусором. Но для меня... Билли Тор. Смотри, что у меня есть. Стеклянные сапоги. Из оружия. Из разного. Безупречный сапфир. Аметист. Двемерская миска. Граната. Три штуки. Деревянная тарелка. Еще одна какая-то миска. Подсвечник. Рубин. Сердечник Центуриона. Шкура Саблезуба. Из пищи. Вот держи еще вес. Из зелий. Все. Билли Тор. Заходи еще. Беден. 246. Так, мы избавились от всего лишнего. Безусловно, стоит сохраниться. И теперь мы можем путешествовать в Лабиринтиан. Так, чтобы попасть в руины Лабиринтиана, нужно избрать ориентиром лагерь Тихих Лун. Следует идти от него на северо-запад мимо ствола поваренного дерева. Так, сначала в лагерь Тихих Лун давайте попадем. Посмотрим, что нас там ждет. Может, нас там опять ждут противники, которых нужно будет разбить. Потому что обычно такие пути всегда полны опасностей. Тяжелая броня и оружие снижают вашу скорость. Да, вот как я и говорил. Так, но у нас же есть вызов грозового тронаха. Поэтому бороться с врагом нам будет легче. Ух ты, сразу увеличивает колдовство. Ой, а почему мы вызвали Огненного? Ну ладно, пусть пока будет Огненный. Приманил какого-то неудачника. Вау, 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 вау. Как нас хорошо бьют. А, или это взорвался наш Огненный. Так, и давайте выберем грозового вызова. Теперь ты попратишься. Первый наш труп. Дайдрическая стрела. Это все, что у него было. Вызовем нашего грозового. И сохранимся. Чем хорош грозовой тронах? Тем, что он не дает возможности магу эффективно применять свою магию. Так, эти у нас к Лидии побежали. Лидию сейчас будем защищать. Или к грозовому тронаху без рвоза не уйдет. Вот он что-то от меня ходит. Это сильный человеческий. Правда, какой-то он нерешительный в действиях. И пока он тут машет, то ли мы, то ли наш грозовой отронах лишает его здоровья. Так, уграли его. Хорошо, молодцы. Золото и Дайдрическая стрела. Восстановим запас сил. Золото. Ого, и по нам попадают лучники. Наверное, слабые лучники сейчас. Ух ты. А урку, конечно, лучше не попадаться на добычу. Я не знаю, сколько он силен. Это вроде не сильно. Только глупец может бороться со мной. Или у нас тут еще есть отронах? Ну, просто с натиском на него. Никого не побить, орка. Так я почти это сделал. Удачный удар. Одноручное оружие до 803. Хватит, я сдаюсь. Так, нам главное не упустите, чтобы нас не убили. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok